Интересно сравнивать два фотоаппарата. Один 2005 года, а другой 2016. Смотрите, высота объектива как того фотоаппарата первого Canon. И вот так вот они смотрятся. Но этот фотоаппарат первый был в линейке у Canon. Тут объектив всего лишь 2,2 крата в 9 группах 11 линз. Они больше таких качественных в кавычках мыльниц уже не делали. Металлическая такая вот передняя часть. Металлическая вот эта штука объектива массивная. И что интересно, с этого фотоаппарата банк у меня когда-то купил фотографию. Увидел в фотоальбоме в интернете на флайер. И вот так вот потом опубликовал большим тиражом. Там 50 тысяч экземпляров была публикация. И заплатил эквивалент 10 долларов за фотографию. Ну вот так вот оно. Видите, тут главное, чтобы объективчик был хороший у простой даже камеры. И можно получить качественные снимки. А так он был куплен на гарантийном талоне 2 ноября 2005 года. И стоил он тогда в эквиваленте 160 долларов. То есть тогда цены на цифровые фотоаппараты были довольно-таки высокие. Так что вот так вот оно смотрится. Такой маленький фотоаппарат и такой большой зеркальный фотоаппарат. Ну с зеркального фотоаппарата, конечно, любые фотобанки берут изображение. Потому что я сам по образованию первому фотограф. Училище заканчивал. Фотоателье работал. И вот так вот снимки вот с канона можете посмотреть. И довольно-таки там и цветопередача хорошая. И четкость изображения. Потому что, я говорю, там такой объективчик стоит. В девяти группах 11 линз. Так что тут все зависит от вашего взгляда на мир, как вы умеете видеть и фотографировать. Продолжение следует...